Всем привет! Сегодня мы будем готовить перец с пикантным вкусом. Итак, начнем! Готовить данное блюдо мы будем из 4 перцев и 6 зубчиков чеснока. Начнем с того, что для начала помоем перец и удалим плодоножку, а также почистим чеснок. Перец помыт и удалена плодоножка, а чеснок почищен. Пришло время налить масло в сковородку. И теперь ставим сковородку разогреваться на газ, газ делаем ниже среднего. А сами тем временем начнем заниматься перцем. Перец, как вы можете видеть, у нас крупный, так что режем его пополам. Закончив с нарезкой, посолим перец солить, будем его изнутри. Внутри перец влажный, так что с этим никаких проблем не возникнет. Солим перец по вкусу. Посолив перец, отправляем его в сковородку. Пока перец зажарится, приступим к измельчению чеснока. Чеснок можно нарезать ножом или же продавить через чеснокодавку. Измельчаем чеснок как можно мельче. Пока мы занимались чесноком, пришло время перевернуть перец. Перец нужно обжаривать с максимального количества сторон для достижения наилучшей готовности. Снова переворачиваем. Делаем это аккуратно, так как из сковородки может брызгаться масло. Переворачиваем перец, он уже наполовину готов. Перец обжарился. Его готовность мы определили потому, что перец потерял свою упругость и стал более мягким. Выключаем газ под сковородкой. Далее берем емкость, в которую будем складывать перец и немного посыпаем дно этой емкости чесноком, который до этого нарезали как можно мельче. И теперь можно начинать снимать со сковородки наши перчики. Для достижения большей пикантности вкуса стараемся положить внутрь перца немного чеснока. Все эти действия продолжаем с остальным перцем. Закончив выкладывать первый ряд перцев, посыпаем их нарезанным чесноком. Выложив из сковороды весь перец, посыпаем его остатками чеснока. В этом рецепте присутствует вариативность в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Если вам нравится более острое блюдо, можно добавить чуть больше чеснока. Ежели вы предпочитаете менее острую пищу, то количество чеснока, добавляемого к перцу, можно уменьшить. Далее накрываем перец крышкой и оставляем его настаиваться на 1,5-2 часа, для того, чтобы перец впитал в себя остроту и запах чеснока. Для следующего блюда из перца нам понадобится 4 перца, примерно 5 зубчиков чеснока и 2 луковицы. Лук и чеснок чистим, перец моем и удаляем плодоножку. Итак, мы переделали все подготовительные дела, а также разрезали перец вдоль. Теперь добавляем растительное масло на сковородку, примерно 3 столовые ложки, и ставим сковородку разогреваться на газ. Пока сковородка разогревается, приступим к нарезке лука. Лук режем полукольцами. Нарезав лук, отправляем его на разогретую сковородку. Лук и перец будем жарить на газу выше среднего. В данный момент мы обжариваем лук и жарится луку примерно 3 минуты. При этом мы его будем иногда помешивать, а сами в это время начинаем резать перец. Пока лук обжаривается, приступим к нарезке перца. Перец крупный, так что режем его пополам и нарезаем соломкой. Таким образом перерезаем весь перец. Перец мы весь перерезали, получилась вот такая горка перца. Ну а мы не забываем про лук. Лук помешиваем и готовим до полуготовности. Прошло около 3 минут, лук стал прозрачным местами, даже золотистым. А это значит, что пришло время добавлять перец. И продолжаем помешивать уже лук с перцем. На обжарку у нас уйдет примерно минут 10. Жарить будем на огне выше среднего. Стоит напомнить о мерах предосторожности, так как масло может стрелять из разогретой сковородки. Прошло несколько минут, как идет обжарка перца. Значит пришло время его посолить. Солим по вкусу и перемешиваем. Перец уже приобретает вид жареного, но он еще не готов, так как он еще довольно упругий. Перевернув перец, займемся чесноком. Чеснок нам нужно измельчить. Чеснок мы измельчили, чеснок готов. Также не забываем переворачивать перец. Осталось нам жарить примерно пару минут, так что можно высыпать чеснок. И жарить перец, чеснок и лук еще 2 минуты. Перец пожарился. Выключаем газ и начинаем его выкладывать. Вот такие две разные закуски из перца у нас получились. Одно блюдо получилось более острое, а второе менее острое. Такие перцы можно есть как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к макаронам или картофелю. Также можно блюдо приправить укропом и петрушкой, что придаст блюду красоту и дополнительный вкус. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!